здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас да да сказочный эфир по-другому не скажешь волшебный почему потому что не так часто в нашей студии не просто писатель или писательница не просто автор каких-то произведений а детский писатель детская писательница и автор сказок человек который придумывает сказки нам же всегда кажется что сказки откуда-то оттуда идут до из тех далеких времен у нас в студии сегодня елена велена российская детская писательница лауреат международной литературной премии имя ершова за произведение для детей юношества 2020 года совсем недавно член совзаписателей россии и член российского книжного союза елена велена прекрасное сочетание сказочное название первый простой вопрос почему сказки знаете сказки наверное потому что мне по духу они как-то близки простые истории но не слишком банально они никому не интересно а вот с эдаким сюжетом да а сюжет еще и таков что я не пишу сказки о людях и практически о животных тоже нет мои сказки о простых вещах то вот в этом вы это главное отличие и я так понимаю что все равно вещи у вас немножечко как бы оживают да живут своей жизнью о чем-то думают какие-то поступки совершают иногда хорошие иногда очень хорошие иногда так себе сказки должно быть да и так и сяк да и что вслед за этим происходит вот мы все это узнаем когда читаем мои сказки а хорошо они поступают плохо а надо ли так поступать а как бы ты сделал на его месте и получается что ребенок когда это слышит или читает он начинает думать а хорошо это а плохо ли это вот таким образом вы как бы немножко прячьте это вот вечную проблему конкретных людей животных да когда но есть определенные такие уже банальные вещи хорошие животные очень хорошие любимые ночи злое да вот кстати и в мультфильм уже в последние годы там помните и дракон вдруг из какого-то злого существа превращается в доброе потому что ну как-то надоело все время злой да злой а вещи это действительно такой интересный как говорят сейчас заход да почему потому что нас окружает огромное количество вещей и мы с ними сотрудничаем в разном возрасте по-разному есть вещи любимые есть которые с нами до конца дней что называются нас а есть вещи с которыми мы расстаемся почему-то вот скажите пожалуйста как началась ваша вот карьера вообще писателя писательницы человека который начал вот это что-то выдумывать и записывать вы знаете это не началось как карьера ну просто учения да это даже не увлечение это как бы мой быт так как у меня четверо детей я им рассказывала разные истории свои получалось что свои начинали традиционных а потом потихонечку свои даже просто всегда свои свои потому что мне так хотелось им что-то смешное рассказать или увлекательное и большая часть это было о предметах сказки о предметах или рассказа о предметах им было интересно слушать они смеялись это было забавно и какие-то приключения происходили были у нас даже целые серии любимые герои до сериалы я иногда думала боже что же мне им рассказать сегодня я не подумала уже все начинают открывать рот а и получается новая история и так было каждый день но и потом на четверых проверили это уже действительно в общем-то превращается в методику там они стали знаете группироваться чтобы я каждому отдельно сказку а все вместе слушали уже вот так пристроиться ко мне на коллективное так таким образом но а потом я подумал я каждый день рассказываю сказки и это просто вот я им рассказала это исчезло знаете кот как пузырь до прекрасный прекрасный растворил сверкал посверкал и вдруг хлоп лопнул все нету его я решила записать я начала потихонечку карандашиком на эти ручка это уже так серьезно а карандашиком так чуть-чуть еле заметно ну вроде бы я тут ни при чем и записывал эти сказки карандашиком а потом когда их уже много набралось я подумала не издать ли их я просто не делится поделиться но это же интересная история ну их надо было доработать а вы кому-то обращались ведь тут такой важный момент конечно же себе может казаться вот да это здорово да да и одновременно вроде бы и стеснительно я когда кому-то показать не считала себя профессионалом и я конечно обратилась за помощью был преподавателю моих детей а преподавал закон божий мне было вот интересно с ним посоветоваться а он по профессии когда-то был журналист и он мне посоветовал он даже подкорректировал мои вещи мы с ним доработали получился проект слог его мне не нравился он познаете такой железный такой сухой нельзя так писать ну невозможно он горт ну я же все правильно написал грамотно вот так вот так да 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 журналист да но и гранул ну как то вот и в общем то я стала гнуть свою линию я их переписывала молодец и мы сделали я сделаю их мягче я сделал их не такими же конкретными понимать этот белый этот черный так нельзя всех заклинил загадочность должна быть как ну какая-то может быть неопределенность чтобы было о чем поразмышлять или поменять слова чтобы они звучали более сложные проговаривала свои сказки а то есть как бы аудио еще восприятие ваш нет я говорила чтобы слова ложились лучше ведь когда я читаю сказки речь должна быть плавной а когда это трудно проговорить как скрыт говорку то это надо как-то изменить чтобы было приятнее все правильно ведь вы как профессионал рассуждали даже сами того еще не понимают может быть таким образом накопилось большое количество сказок ну и решили их издать так смелое решение по даме решили издать первую первую мою книжечку которую я собрала сказки там по моему 5 или 7 сказок сразу хотели купить тогда были такие добрые теплые времена все было мирно хорошо издательство хорошо зарабатывали книги продавались они их рекламировали продали и хоть захотели выкупить у меня мои первые книги но мы не продались не продали она почувствовали себя агатой кристи но самое неожиданное в этой истории знаете здесь оказалась такая вот дилемма оказывается книгу то надо иллюстрировать да тем более детская наш без этого было знаете такая недосягаемая высота сына да как же это сделать тем более у вас про вещи иллюстрации то особо вы знаете у меня конечно и художественное образование нарисовать иллюстрации это для меня было невозможно а книги в которую главные герои вещи можно это просто невозможность листов маленькие маленькие предметы которым трудно прорисовать глазки как карандашик ну да например но тоже их оживить это нужен особый талант и не каждый художник это поймет дело воплотит да и да и как бы проживет вот эту сказочную жизнь вместе со мной но я нашла такого художника это была первая моя художница светлана борисова которая прониклась сначала не хотела иллюстрировать она говорила ну что вы я же иллюстрирую только классиков моголя могу пушкина но это елена я ее даже не знаю кто она такая ну как зато откровенно ведь нет только классика понимаете я ну конечно конечно уже не знаю каким чудом удалось ее уговорить а потом пошло она нарисовала она рисовала меня не видя не зная и мы даже не встречались там просто договорились с ней и уговорили ее работать а потом мы с ней встретились так она меня так смотрела это вы написали с вы а знаете я еще шью себе одежду сама ну тогда конечно я хорошо выглядела и нам не будет сейчас прекрасно в костюм такой смешной расскажу подробности он такой был из хлопка сшит такой темный темный и на нем вишенки клубнички апельсин яркий такой вырви глаз я думаю ну ладно мне он нравится а как вы ко мне отнесетесь это ваша проблема ваша проблема так я пришла вот мы с ней сидим пьем чай я поняла я поняла как надо рисовать почему же я вас раньше не встретила надо ярко надо оттолкнулась от автора это я так посмотрел на свой костюм думаю да примерно так вот тот важный момент когда все таки автор нужен га увидите его понять может быть просто посмотреть на него и у человека может что-то вот вы обмолвились словом мое образование давайте мы откатимся на некоторое время как высший художник да какое вас образование что вы заканчивали и к чему вы так сказать шли перед тем как стать писателем ну дело в том что мне казалось тоже то чем я хочу заниматься это как бы недосягаемо так обычно с нами происходит там туда не надо вообще поступать это это невозможно и я просто первое мое образование педагогическое но почему так потому что мне все таки нравилось и рисовать и всякие прикладные вещи которые можно сделать своими руками какие-то красивые вещи вы заканчивали педагогическое училище номер пять москве а там очень хорошо было поставлено обучение и прекрасные предметы и рисование и клада и вышивка и отсюда все ваше платье нет не отсюда чуть позже на тачу потому что было еще потом косыгинский да да я там сейчас и подаю правда а что преподаете журналистику сейчас университетом стал российский государственный университет имени косыгина ну мне это казалось такая величина такая высота ну куда я такой маленький муравей но все равно я стала заниматься с преподавателями готовится я даже даже поступила работать в институт чтобы поступить в нем до в редакционный издательский отдел вот мы тут сейчас поставим маленькую запятую из начнем с этого наше второе отделение потому что мне кажется что у нас даже микроконцерт получается выступление это очень интересная история напомню что елена велена у нас здесь в студии автор и в общем и идеей создания собственного такого стиля добрых сказок и простых вещах и мы остановились на том мы рассказали как сказки появились а теперь посмотрим на творческий и жизненный путь нашей гости дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог сказочная волшебная потому что прямо у нас здесь рождается я не удивлюсь если появится какая-нибудь сказка про какие-нибудь телевизионные вещи камера вдруг живет с глазками начнет что-то там улыбаться или наоборот злиться елена велена у нас здесь студия российская детская писательница лауреат международной литературной премии имени ершова за произведения для детей и юношества и член записателей россии а также член российского книжного союза ведь и мы еще не дошли до самого главного потому что много наград много работы и ответственной такой работы возвращаемся в студенчество и так устроилась на работу и поступила нет я устроилась на работу так одновременно я занималась с преподавателями но мне они сказали вы знаете не планируете поступить в этом году вы не поступите и я не сразу я даже не поступала первый год она второй год я провалилась на последнем экзамене да я на третий год только я туда поступила но для того чтобы поступить я выяснила что мне надо устроиться работать на рабочую должность как все сложно да но добилась я пошла на фабрику работать кем а вот мне повезло знаете в чем что оказывается на фабриках тоже есть творческие люди и творческие отделы и это был еще советский союз комбинат имени щербакова шелковый комбинат и там был художественный отдел но в художественном отделе конечно интересно работать и делать черно-белые кальки для запуска рисунков производства чтобы по ним уже печатали настоящие шелковые ткани вы хотите сказать что эти ткани до сих пор где-то у кого-то в доме находится может быть представляете я брала тонюсенькую кисточку черную красочку здесь был прекрасный большой стол с подсветкой изнутри и я переводила рисунок художника на кальку но таким образом чтобы один край рисунка совпадал как бы с его рапортом это была сложная работа там миллиметр в миллиметр тогда это делалось вручную сейчас я думаю это все автоматизировано но вы где-нибудь можете увидеть например это мою вы знаете никогда не задавался себе вопросом по крайней технологию вы видите как это было сделано да да очень красивые были эти портьеры я не то что гордилась я просто делала и все на этим бросала как на ветер и вот тут мне кажется еще один как интересный вопрос неожиданно и возникает а терпение потому что писательский труд это же еще терпение великое да потому что нужно довести начатое дело до конца и вот эта работа которая вам выпала вот с этими шелковыми и может быть не очень шелковым тканем это же терпение надо ну наверное удовольствие потому что получается получали красиво да линии должны быть элегантные знаете без всяких заусенец мне это нравилось кроме того я любила вязать вышивать когда-то даже продавал свои вещи своей шале да пока ты вас творческая биография но вот все выросло еще в сказке но я так понимаю мы вы об этом уже сказали я не могу не вернуться к этому разговору если бы все-таки не дети ваши замечательные то сказок бы может быть бы и не увидели никогда и не услышали да я думаю не услышали немножко тогда я может быть другими вещами бы занималась ну что в итоге с институтом-то поступил я эти я его все-таки закончила уже с двумя сыновьями и тут переплетается личная жизнь да насколько она серьезную роль сыграла вашу что хотите можете вы об этом рассказать нам лишь интересно че-то четыре ребенка это серьезно понимаете это конечно всегда большой труд это всегда терпение это всегда наверное пожертвование какое-то потому что во благо надо делать во благо насколько это возможно для каждого человека ну и слава богу четверо детей это большое сокровище но я так понимаю что сами того может быть не ведая все-таки сказки это часть вашей вот этой семейной жизни и истории которая делала вас другой ведь надо с рождением каждого ребенка вы немножечко становились другой менялась как-то ваша наверное каждый человек же меняется и растет и с удивлением оглядывается назад смотрит неужели ты был я вот такой маленький и как бы человечек да такой не умеющий ничего это тоже я иногда кажется нет я всегда все это мог все умел нет конечно каждый человек меняется ну вот вы сейчас даже в нашей программе вот такой образ на этих хочется сесть слушать успокоиться и забыть обо всем вот скажите сказка же все таки как известно ложь да в ней намек да конечно вот какой смысл вы вкладываетесь понимаю что для детей же нам мама тоже читала сказки и вы правы кстати я вот сейчас вспомнил у меня бабушка тоже выдумывала какие-то истории не ну необычные вот эти вот всем известные сказки но это зависит видимо где кого как но где-то например сказку можно было чтобы чуть-чуть напугать где-то начать расслабить где-то значит чтобы уснул где-то чтобы и так далее вот что вы вкладываете в вашу сказку какая главная суть сегодня когда уже дети подросли наверное подумать все-таки о главном а что для каждого человека главное наверное любовь доброта чувство устойчивость в этом мире позитив потому что никому не хочется чтобы все кончилось плохо или чтобы зло победила то есть вы вызываете к хорошим человеческим чувством то чего так мало да и к рассудку немножечко потому что надо разумно поступать то есть и сердце должно работать и голова да конечно ну немножечко я себя знаете в последнее время так одернула и сказала ну уже написала хватит давай наверное что-нибудь развивающие что-нибудь познавательное должно же как то вот что-то быть другое как посолить поперчить ну да 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 чтобы мы их хак как гуси и да и оказалось что да правда тоже интересно но основной лет мотив вот эта доброта она должна там присутствовать в моем понимании они не должны быть коварные эти сказки как я говорила да если вы конечно мама дает ребенку книгу и знаете как бомбу в комнату бросает идет когда там все взорвется знаете там должно быть хорошо и спокойно да она должна быть уверена что там все в порядке но вот тут возникает вопрос мы плавно переходим уже к вашим наградам потому что вас заметили хотя все как рассказали начиналось совершенно домашних скажем условиях нет сегодня желания написать ну может быть какой-то взрослый роман или взрослую сказку чего вообще практически сейчас этого жанра нет как вам сказать мне как бы не хочется на это замахиваться я всегда рассчитываю честно говоря что детям которые будут слушать мои сказки они будут их слушать будут читать их родители а то есть а вы закладывали еще этот элемент да ну именно я отталкивалась как бы от себя как я это преподносила детям я же им рассказывал я же им читала и в принципе это для семейного чтения аудиоверсию вы не хотели сделать я уже сделал так я сделала 35 своих историй кстати они написаны еще и с моей музыкой у меня есть ну большое количество мелодий которые я записала переложила на ноты вот и получился у вас целый комплекс и вот эти мои 35 сказок коротенькие истории я записала во-первых и с аранжировкой своих мелодий там можно встретить танго вальс марш разные мелодии так как мы размышлениями их называли интересные какие-то музыкальные темы вот и озвучивала их сама ну прекрасно в общем то получилось что опять же возвращаясь к детям представляем вас ваши дети вы добавили только к этому музыку и практически вы рассказываете сегодня возле засыпающего ребенка они и озвучивали также на звукозаписи я озвучивала и они своими детскими голосами то есть у вас семейный получилась творчество семейный ну да ну вот я никак не запущу этот проект 35 сказок которые озвучивали мои дети и я надо сделать пора пора сделать у меня выходили диски даже продавались но потом опять мне было некогда 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 ну вот сейчас наверное настало время но может быть попробовать решить архив и снять мультик какой-нибудь на эту тему сейчас же может нас помните тачки всякие были мультики когда оживали предметы та же самая история тем более с нашим русским подходом к этой за да да правильно это важно сейчас момент ну а теперь к наградам вы стали членом союза писателей россии и еще вот такая организация член российского книжного союза то есть вы еще и с этой стороны зашли потому что эта тема кстати отдельного для отдельного разговора вы как писательницы на наш приходите видите так книжка моя есть или вам говорят все книги проданы и у вас как-то хорошо начин пошло делать причем это и в творческом плане ну и в бизнес плане мы же никуда от этого тоже не денемся вот скажите на сегодняшний день тут я уже к вам обращаюсь как члену союза со сказками нас все нормально еще есть у вас коллеги которые пытаются создавать новый продукт для детей для детей же очень трудно придумывать что да конечно есть есть современные писатели ну не знаю насколько они сейчас известны я думаю да не стоит так мрачно смотреть сегодняшний мир что их нет они есть конечно существуют опять же проблемы как эти люди могут издать свои книги потому что я же когда-то столкнулась с этой проблемой но я смогла ее преодолеть вот это конечно тема существует ну и опять же какие-то произведения понимаете как ума и направлении в каком они направлении ведь дело в том что ребенок это такой чистый лист его не надо марать его не надо как бы разворачивайте неправильную ну на мой взгляд неправильную сторону ну это же мягко и двигаться в правильном направлении вопрос же воспитание как бы он глобальный вопрос глобальный воспитание вы посмотрите как можно развернуть мозг человеку и сделать из него чудовище понимаете которые готовы всех убить расстрелять раздавайте а можно как раз еще в детском вы понимаете но потом может где-то не это такая большая ответственность как бы нельзя это пускать на самотек это вот самый лучший простой способ если ребенку это будет нравиться если он захочет полистать и вдруг удивиться что обыкновенного карандаша или лампочки лева я не знаю там ручки или у линейки будет какая-то своя история и он погрузится в эту историю кусочек аудио аудио версия давайте начну вам только один маленький абзац давайте я его прочитала и удивилась жил был карандаш новый точеный готовый творить а еще жил был ластик свежий мягкий готовый стереть все что натворил карандаш вы представляете вот может быть даже уже и достаточно и вот теперь мы за какую партию за партию ластика или за партию карандаша выступает заинтриговать заинтриговали большое вам спасибо мы рассчитываем на то что вы еще к нам придете в гости и новых сказок новых каких-то ощущений новых конкурсов в которых вы принимаете участие еще как член союза писателя вы наверняка знакомитесь с какими-то работами вот доставайте нам хороших людей которые несут добро потому что правда этого не хватает всего доброго благодарю напомню что в студии у нас была Елена Вилена российская детская писательница лауреат международной литературной премии Ершова за произведение для детей и юношества 2020 года еще раз отмечу что не так просто стать лауреатом именно в вот в этой нише для детей и юношества потому что для взрослых попроще иногда писать чем для детей член союза писателя России и член еще одной организации уже которая занимается книгами для всех поклонников кто ходит в книжные магазины российского книжного союза спасибо вам большое это была программа открытый диалог сказочная с вами был николай пивненко всего доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания г